Добрый вечер Все вопросы читаем, озвучиваем. Если не успеваем в этой программе, обязательно сделаем в следующей. Не сомневайтесь. Давайте начинать. Спрашивает Ольга о прощении. Как простить свекровь? Ограничить общение не могу. Чувствую себя иудой, каюсь, исповедуюсь, хочу все забыть. Но она всегда провоцирует, задевает за живое. Как же себя вести? Подскажите, пожалуйста, Бальшук. Тут непонятно, в чем именно нужно ее простить, свекровь. За провокацией. Свекровь – это мама мужа. Если муж хороший, эта женщина воспитала его хорошим мужем, если в семье есть любовь, то, я думаю, не только нужно простить, но и благодарить, относиться с уважением, доброжелательно, возможно, с любовью. Понятно, что бывают сложные семейные отношения, бывают взаимные неприятия, провокации. Господь попускает нам такое сложное в отношениях с близкими людьми, или на работе, или тем более в семье, для того, чтобы мы стали лучше, для того, чтобы мы научились терпеть, стали мудрее, добрее, чтобы действительно научились прощать. Поэтому это такой не случайный человек, совершенно точно. Нужно видеть больше хорошего, ценить, благодарить. Если есть за что прощать, ну, как, видимо, следует из вопроса, это тут общий принцип. Мы, евангельские слова, знаем, каким судом вы судите, так вас будут судить, как вы прощаете, так и вас будут прощать. Молимся, молитвы очень наши, остави нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим. Поэтому вот именно из чисто христианских соображений, чтобы Господь нас простил, чтобы нас оправдал, нужно прощать. И из горьких уроков просто делать какие-то выводы, которые помогут, помогут и сделают семью крепче. Это такое духовное задание. Так и надо вас понимать. Друзья, я очень рада, у нас есть звонок в студию. Давайте послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Ваш вопрос. Давайте попробуем еще раз потом связаться. Не слышно. Не теряйтесь. Здравствуйте, батюшка и ведущая. Подскажите, пожалуйста, как Бог избирает человека? Почему не всем он дает скорби? У кого-то жизнь протекает ровно, нет ни серьезных болезней, ни страшных бед. И к концу жизни так к Богу он и не приходит. Значит, этот человек был ему не нужен? Я не помню, где. Я читала такой момент, когда батюшка рассказывает, как к ему в храм прибежала женщина, упала буквально на колени и стала плакать. Он к ней подошел утешать, сказал, что случилось? У тебя кто-то умер. Она говорит, да нет, в том-то и дело, что у меня ничего не происходит. У меня все хорошо. У меня все живы, никто не болеет. Муж хорошо зарабатывает, дети прекрасно учатся. У меня ничего, никаких скорбей. Я не понимаю, Господь меня не видит, что ли? И это меня тогда удивило, так, эта история. Я думаю, неужели это может быть поводом для вопросов? Есть такие духовные рассуждения, что если все гладко, шоколадно, так сказать, комфортно и тепло, то не нужно, так сказать, как бы чересчур радоваться этому. Но радоваться, на самом деле, благодарить Бога нужно всегда. Это смысл жизни человека в радости, в счастье. Слава Богу за то, что у нас есть, и слава Богу за то, чего у нас нет. Поэтому человек, который внимательно к своей жизни относится, он всегда найдет духовную пользу в том, что есть. Всегда можно благодарить, ценить, делиться. Если Господь щедро дает, надо щедро делиться. Испытания придут. Я, честно говоря, не знаю таких людей, у которых не было испытаний, горести, потери, болезней, скорбей. Мне кажется, это такая идеальная картинка, которая реально не существует. Или зависит от отношения человека к происходящему? Ну, понимаете, вот мы смотрим в сегодняшний момент времени. У кого-то благополучная, сытая, комфортная жизнь. Но так было не всегда, и так будет не всегда. И каждому человеку придется поболеть. Обычно так бывает перед смертью. Или столкнуться со смертью, болезнью своих близких людей. С нуждой, с искушениями, с несправедливостью. Я не знаю людей, у которых все гладко и безупречно. Знаю людей, которые, по милости Божьей, все воспринимают, так сказать, благодушно. И за все благодарят Бога, несмотря на тяжелые испытания, счастливы. Это больше того, что быть по-настоящему счастливым человеком, нужно познать несчастье. Несчастье нам Господь посылает для того, чтобы мы стали счастливыми. Что если всегда все благополучно, то как бы человек по-настоящему счастье не почувствует. Поэтому я думаю, что так просто не бывает. Значит, кого Бог избрал, кого не избрал. Мы в православном учении своем четко знаем слова, такие священного писания, что воля Божия о каждом человеке спастись, о каждом человеке, и прийти в познание истины. Поэтому мы не сомневаемся в том, что Бог любит каждого человека и своим промыслом так или иначе ведет человека к спасению. Иногда даже сам человек этого не до конца может оценить и понять. Поэтому вот несомненно, тут две части вопроса. Несомненно, что Бог любит каждого и хочет каждому спасения. И дальше я утверждаю, что не бывает у человека все безупречно, безоблачно всю жизнь. Внешне так может казаться. Но внутренние терзания есть у человека, внутренние переживания, внутренняя пустота, искушения, трагедии. Но есть люди, которые действительно умеют жить счастливо и за все благодарят Бога, чего всем нам желаю. У нас есть все-таки телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире. Да, задавайте свой вопрос. У меня вот такой вопрос. Вот очень во всех передачах говорят прощать, прощать, прощать. А вот как мне быть? У меня убили дочь. Убили с особой жестокостью. Уже три года прошло. Боль, слезы. Воспитываю подросткой, круглого сироту. Как, как, вот, как прощать? Вот скажите, пожалуйста. Спасибо большое. Мы вам очень сочувствуем. Самые искренние соболезнования. И действительно, есть ряд случаев, когда просто, не пережив подобного, трудно что-либо сказать. Но, я думаю, что нужно помолиться Богу и молиться Богу. И помнить о том, что каждому человеку перед Богом нужно будет держать ответ. И в том числе злодею-преступнику. Как простить серийного убийцу? Как простить маньяка? Как простить человека, который несправедливо лишил жизни и здоровья, там, другого человека, близкого тебе человека? Нужно предать его воле Божией. Вот пусть о нем будет воля Божия. Господь с него спросит. Ему перед Богом отвечать. То есть не быть самому судьей. Это не значит, что мы оправдываем поступок, оправдываем зло. Просто разделяем. Есть грех, а есть грешник. Грех, злодейство мы осуждаем без всякого сомнения. А злодея, грешника, предаем, так сказать, в мыслях, в молитвах суду Божьему. Бог ему судья. Еще раз, самое искреннее сочувствие, соболезнование, насколько это возможно, помощи вам Божией. Да, мне кажется, ничего не страшнее, когда мать теряет своего ребенка, неважно при каких обстоятельствах. Можно вспомнить еще Богородицу, я думаю. Я думаю, что если молиться Богородице, то каким-то чудесным, особым образом благодатным Господь утешит. Ведь Богородица перенесла смерть, мученическую казнь на кресте своего возлюбленного Сына, Господа нашего Иисуса Христа. И мы ничего не читаем, не знаем из предания, проклятий, ненависти, какой-то вот такой вот непрощения. Мы знаем, что она послужила Церкви Христовой проповедью Евангелия. Но она была мамой. Но она была мамой, которая была свидетелем казни сына. У нас как-то был эфир, когда погибли дети во время пожара в кинотеатре. И вот образ Пресвятой Богородицы первый пришел на ум, потому что мы не знали, какие слова найти людям, которые потеряли единомоментность своих детей. Тут очень важно вспомнить, что если мы находимся, так сказать, просто в такой материальной концепции, что ли, взгляде на жизнь, что жизнь временная, со смертью она прекращается, тогда, конечно, мира в душе не будет. И вот, множество вопросов останутся без ответа, если забыть о вечной жизни. У Бога нет мертвых, у Бога все живы. И все те, кто несправедливо погибли, претерпели, пострадали, особое милосердие Божие к ним, потому что и сам Господь пострадал. В такой ситуации человек, пострадавший несправедливо, он самому Богу уподобляется. И я уверен в милосердии Божьей к таким людям. Давайте пойдем дальше. Добрый вечер. Мама меня обижает, кричит на меня. Меня мама била по лицу, угрожала, что убьет. Скажите, пожалуйста, Господь маму может наказать? Очень тяжело читать такие вопросы от детей. Ребенок какого возраста, интересно. К сожалению, не подписал, но спасибо тебе большое за вопрос. Господь может наказать, действительно. Наказание Божие, вот если мы даже вдумываемся в само слово, наказание, это научение. Это не обязательно кара, покарать. Хотя и такое, конечно, бывает. Но научить, наказать, в смысле научить, выразумить, может, и он это сделает, Господь. Он заступится так или иначе за ребенка, который претерпевает такое. Посоветую молиться за маму и набраться терпения. Это прекратится. Друзья, мы сейчас прервемся на короткую паузу. Оставайтесь с нами. Следы на песке. Следы Бога, который несет меня на руках. ПОЛОМНИЦА Телеканал «Спас» в вашем телефоне и на экране компьютера. ВЕРА А какое счастье ходить всей семьей на службу. НАДЕЖДА Что Господь, вот он, вот он рядом. ТЕРПЕНИЕ Слово не значит ничего, а значит только, как оно рождается. ПРОЩЕНИЕ Прощать мы должны, в том числе и тогда, когда у нас прощения не просят. Любовь А о чем еще писать-то по этому? О самом главном. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна». Теперь и на страницах книги. Любое творчество серьезно понятое – это собеседование с ним. Откровения известных людей о Боге, о вере, о личном. То, о чем они никогда раньше не говорили. В новой книге телеканала «Спас» собраны избранные интервью Владимира Легойды с актерами, учеными, священниками, режиссерами и многими другими. Подробную информацию о книге «Парсуна» ищите на нашем сайте «Спас». Когда надо крестить ребенка. Определенного времени для совершения таинства крещения младенцев церковными правилами не установлено. Православные христиане обычно крестят своих детей в период с 8 по 40 день жизни. Откладывание крещения детей после 40 дня рождения нежелательно. Это свидетельствует об отсутствии веры у родителей, лишающих своего ребенка благодати церковных таинств. Для того, чтобы окрестить ребенка, надо узнать расписание совершения крещения в храме и прийти к назначенному времени. Принести с собой крестик, желательно на ленточке, крестительную рубашку и полотенце. Для младенцев обязательно крестные, которые должны быть крещенными и верующими. Евангелие говорит, что у каждого человека в мире есть ангел-хранитель. Крещение дает возможность особенно глубокого и серьезного общения человека и ангела, возможность ангелу вести человека ко спасению, оберегать его и наставлять. Человек становится способен к некоему духовному слышанию, духовному разговору со своим небесным покровителем. Это итоговая программа «Главное». События недели, о которых говорят все, и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям и на нашем Рутюб-канале. Любимая программа «Теперь» на страницах книги. Ответ священника. Просто о главном. Протеерей Артемий Владимиров, Ирей Павел Островский, протеерей Игорь Фомин и другие. Мы собрали ответы на самые важные вопросы, которые ежедневно вы задаете в одноименной программе на телеканале «Спас». Книга станет незаменимым помощником в решении духовных и житейских вопросов, а также отличным подарком для близких людей. Спрашивайте в книжных магазинах вашего города. Книга «Имя России. Духовная история страны» известного журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова уже в продаже. Историю пишут двое – Бог и человек. История – это откровение о Творце, Его замысле и о нас самих. Кто мы и что можно понять про нас, поняв нашу веру? Понять логику Творца, смысл, причины и цель всего, что с нами происходило и происходит – значит понять Россию. Значит назвать имя России. Информация о продаже книги Бориса Корчевникова «Имя России» на сайте спас-тв.ру Не плачь. Вот лев от колена Иудина победил. У Бога не останется без... Друзья, в прямом эфире продолжается программа «Ответ священника». Возвращаемся к вашим вопросам, которые вы присылаете на наш номер, который вы сейчас видите на своих экранах в WhatsApp. Можете, кстати, на этот же номер телефона позвонить. Не стесняйтесь. Это доступная опция. Батюшка, добрый вечер. Мне через две недели рожать. Узнала, что муж не изменяет. Вижу, что он меня разлюбил. Он не просит остаться и не извиняется. Как быть, что делать? За что это все? Мы венчаны, у нас уже есть сын восьми лет. Горе такое, да. Нужно рожать ребенка. Нужно благодарить Бога за ребенка, которого, несомненно, Господь послал. Молиться. И тут непонятно, правда это или это подозрение. Молиться за мужа. Пусть его Господь вразумит. Приведет его к покаянию. И, может быть, еще не все потеряно. Может быть, возможно сохранить семью. Может быть, рождение ребенка как раз поможет этому. Но я сочувствую, конечно, этому. Очень сочувствую. Друзья, у нас есть звонок в студию. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу задать вопрос, батюшки. Вот мы прожили с мужем 46 лет. И я крещена сама, а он не крещеный был. И он сейчас умер. Вот я 40 дней читала молитву канон Аури. И муж. А сейчас вот кому мне молиться за него? Соболезную вам искренне. Да, 46 лет в браке, конечно. Это заслуживает уважения. Читайте Псалтырь. Вы читали канон мученику Ару. Я так понял. Но есть, да, такая традиция за некрещенных людей молиться мученику Ару. Можно так и продолжать. Можно продолжать читать Уару и мученику Ару. И читайте Псалтырь. И очень важно, чтобы вы ходили в храм. Чтобы вы исповедовались, причащались. И, видя усердие ваше, веру вашу, Господь проявит милосердие к вашему супругу. И вот к предыдущему вопросу тоже, который, вот, Алена, вы зачитывали, той женщине, которая вот-вот рожать, и вот такая трагическая ситуация, нужно идти в храм, конечно. Нужно идти тоже на исповедь, причащаться и довериться себя и своего ребенка Богу. Это очень важно. Если человек доверится Богу, то Господь силен исправить ситуацию. Здравствуйте, батюшка. Что делать, если боишься своих одноклассников за разборки? Очень тяжело бывает. Что делать в таком случае? Еще один вопрос от подростка. Вы говорили, что дети бывают жестокие. Да, бывают. К сожалению. Особенно в таких коллективах, там, в школе, там, или где-то бывает это. Я думаю, что это хороший повод обращаться к Богу. Господь заступится за человека, который невинно страдает, которого обижают, и который обращается к Богу. Посоветую укреплять еще веру, само собой, но постараться и не бояться. Вот, знаете, такое, как бы, воспитывать в себе мужество, ничего они сделать не смогут. Эти трудности, эти обиды, эти неприятности просто закалят. Не нужно принимать все это близко к сердцу. Может быть, это из зависти происходит. Бывает такое, что из зависти обижают человека. Или, может быть, за какие-то способности, там, ну, какие-то вот есть... Что-то человека отличает от других, и он, как белая ворона, и на него, там, вот, стая воронья нападает. Вот, вот, как-то нужно не принимать близко к сердцу, и знать точно, что ничего страшного не произойдет. Ну, вот, я надеюсь, что, извини, что на ты, что все, что сказал батюшка, ты услышал, от тебя я тебе расскажу такую маленькую историю. Когда мне было 13 лет, у нас была девочка в школе, которая была очень дерзкой. Она была... вела очень специфический образ жизни. И в какой-то момент она с своими подружками поймала меня после школы и сказала, что если я не прекращу общаться с моим одноклассником Андреем Одинцовым, Андрюха, привет, с которым, естественно, у меня не было никаких отношений, то она меня поймает в подъезде и разрежет мне бритвы лицо. Угроза была вполне конкретная. Я понимала, что она может это сделать. И тогда я постеснялась сказать маме, потому что я не хотела маму беспокоить. Мне казалось, что это мое личное дело, что я в чем-то виновата, поэтому у людей ко мне претензии. Сейчас я понимаю, что так делать нельзя. Поэтому если тебя обижают, если тебя бьют, ты должен обязательно как можно большему количеству людей об этом рассказать. Скажи маме, пусть мама позвонит классному руководителю. Классный руководитель должен позвонить директору школы. Если эта ситуация выходит из-под контроля, не бойся делать эту ситуацию гласной, не бойся об этом говорить, не молчи. Ты не один, за тебя есть кому заступиться. Просто не сиди и не бойся. Вот батюшка все сказал правильно. Я поддержу. Если это какие-то обидные мелочи, тогда можно это покрыть. Если это что-то действительно угрожающее, тогда нужно говорить. Не бойся, потому что все законы твоей страны. Если с тобой что-то происходит на территории школы, школа несет ответственность. Вызывайте полицию, снимайте побои. Эта ситуация не может остаться незамеченной. Ничего не бойся. Если тебя обижают серьезно, до драки, до крови, обязательно нужно отстаивать за себя. Не переживай. Вот знаете, на этой боевой ноте мы сейчас перейдемся на короткую паузу, но сразу после вернемся. Когда надо крестить ребенка. Определенного времени для совершения таинства крещения младенцев церковными правилами не установлено. Православные христиане обычно крестят своих детей в период с восьмого по сороковой день жизни. Откладывание крещения детей после сорокового дня рождения нежелательно. Это свидетельствует об отсутствии веры у родителей, лишающих своего ребенка благодати церковных таинств. Для того, чтобы окрестить ребенка, надо узнать расписание совершения крещения в храме и прийти к назначенному времени. Принести с собой крестик, желательно на ленточке, крестительную рубашку и полотенце. Для младенцев обязательно крестные, которые должны быть крещенными и верующими. Евангелие говорит, что у каждого человека в мире есть ангел-хранитель. Крещение дает возможность особенно глубокого и серьезного общения человека и ангела. Возможность ангелу вести человека ко спасению, оберегать его и наставлять. Человек становится способен к некоему духовному слышанию, духовному разговору со своим небесным покровителем. Это итоговая программа «Главное». События недели, о которых говорят все, и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям и на нашем Рутюб-канале. Любимая программа «Теперь» на страницах книги. Ответ священника. Просто о главном. Протеерей Артемий Владимиров, Ирей Павел Островский, протеерей Игорь Фомин и другие. Мы собрали ответы на самые важные вопросы, которые ежедневно вы задаете в одноименной программе на телеканале «Спас». Книга станет незаменимым помощником в решении духовных и житейских вопросов, а также отличным подарком для близких людей. Спрашивайте в книжных магазинах вашего города. Книга «Имя России. Духовная история страны». Известного журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова уже в продаже. Историю пишут двое – Бог и человек. История – это откровение. О Творце, Его замысле и о нас самих. Кто мы и что можно понять про нас, поняв нашу веру? Понять логику Творца, смысл, причины и цель всего, что с нами происходило и происходит, значит понять Россию. Значит, назвать имя России. Друзья, в прямом эфире продолжается программа «Ответ священника». И вот мне говорят, что у нас есть звонок из Сургута. Добрый вечер. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Да-да-да, мы вас слышим. Говорите, пожалуйста. Я рада, что мы подняли вам настроение даже тем, что мы просто с вами связались. Это хорошо. Попробуйте еще раз дозвониться. А у нас не так много времени остается до конца. Я думаю, что пару вопросов ваших мы успеем озвучить. Добрый вечер, батюшка. Как справиться с чувством ненависти к людям, которые тебя ненавидят? В моем случае это первая семья моего супруга. Ненависть – очень тяжелое чувство, которое разъедает человека, конечно. Так губительно влияет на душу. Да Бог им судья. Мы не знаем причины развода. Возможно, там есть взаимная вина, есть грехи с одной и с другой стороны. Возможно, там… Мы этого ничего не знаем. Но в любом случае с ненавистью нужно бороться. Это очень плохое чувство, которое разъедает душу человека. Я думаю, что нужно помолиться, простить. И Бог им судья. Какая разница, в конце концов, что говорят за вашей спиной. Вообще нужно стараться не обращать на это внимание. На конструктивную критику можно и нужно обращать внимание. А на ненависть, злопыхание, какие-то сплетни, просто не принимать это все на свой счет. Это их проблема, в конце концов. А ваша ненависть, которая появляется, это ваша проблема. Вот преодолейте свою ненависть. Бог им судья. Добрый вечер. Катерина спрашивает. Как правильно себя вести в храме? Стоишь, смотришь на прихожан, на работников прихода. Идет служба, но никто не обращает на службу внимания. Разговаривают, расталкивают стоящих, ставят свечи, проходят по периметру, при этом работая локтями и так далее. Наверное, Екатерина у нас новоначальный человек. Но, к сожалению, бывает такое, что человек, который трудится в храме, привыкает к ежедневному пребыванию в храме, к частому, почти ежедневному пребыванию на богослужении и теряет благоговение. Это очень плохо. Потеря благоговения, потеря страха Божия – это очень тяжелое состояние. Но что делать, я скажу, не нужно на них смотреть. Нужно смотреть на иконы, на богослужения происходящие, стараться слушать внимательно, внимать тому, что поют и читают, и не обращать внимания на вот эти вот, так сказать, отвлекающие моменты. Знаете, очень часто нас отвлекают, даже больше, нас отвлекают не сотрудники храма, или там дети бегающие, или там еще что-то. Чаще всего нас, больше всего, и чаще всего нас отвлекают собственные мысли. Мы вроде в храме находимся, вроде все чинно, так сказать, благородно, хор поет, дьякон возглашает, иктиния священник, все вроде бы как надо. А ты задумался. А мысли, а где человек находится. Поэтому это все трудно, молиться трудно, свои мысли отвлекают, и посторонние там какие-то движения, голоса. Но нужно этому учиться, не обращайте внимания. Да, кстати, Матронушка Московская такая же, помните, говорила, что ходи в храм, смотри на одну икону, и ни на кого не обращать. Да, не обращайте. Мало ли что бывает. Бывает, что внутри у человека такая брань, такие воспоминания, мысли о бытовом, о делах, о проблемах, не знаю, о новостях, что собраться невозможно, хотя и никто не мешает. Добрый день. Я добавлю, очень хороший пример из истории нашей 20 века, истории новомучеков и исповедников российских. Многие священники, епископы оказались в ссылках, в тюрьмах, и их специально сажали с уголовниками, чтобы им еще хуже там было. И они умудрялись и молитвенные правила совершать, многие из них совершали литургию тайно, несмотря на то, что их окружала совсем неблагополучная и не, так сказать, содействующая молитве атмосфера. Поэтому надо учиться, не обращать внимания на постороннее во время молитвы. Добрый вечер. Молимся за воинов, призванных из нашего района. Поименно. Не чувствую в себе сил молиться за стольких людей. Начинают серьезные проблемы с близкими, они не выцерковлены. Молюсь общей молитвой. Духовник настаивает, что надо поддержать ребят молитвой. Как быть? Очень переживаю. Помогите советам, пожалуйста. Ирина спрашивает. Если духовник благословляет, нужно служиться благословению духовника, и за благословение духовника все сложится. Не нужно думать, что если вы молитесь, что какие-то такие вот сверхискушения обрушиваются на вас. Мы же как бы не, когда молимся, мы просим, помяни Господи. Мы же обращаемся, взываем к милости Божьей, к любви Божьей, а не к своим каким-то там силам молитвенным. Смиренно надо молиться, тем более за послушание духовнику. И Господь вас укрепит. Молиться нужно. Вот, кстати, еще. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как перестать бояться войны в смысле ее возможного прямого вторжения в мою жизнь и жизнь моих близких? Как практически справляться со страхом и приступами паники и уныния? Знания говорят о необходимости упования на Господа, а эмоции контролировать не получается. Я не знаю, ошибусь я или нет, но на всякий случай это скажу вслух, озвучу. Надо прекратить смотреть новости. Новостные ленты листать, которые сеют в панику и в оторопь приводят вполне здоровых, психически крепких людей. Вот поэтому новости мимо нас не пройдут. Это точно совершенно. Все узнать. Почаще бывать в храме, исповедоваться, причащаться, укреплять свою веру, бояться. Самое страшное это потерять Бога. Самый страшный враг, он внутри каждого человека находится. Вот как я себе могу навредить, мне никто так не навредит. Поэтому бояться надо не внешнего, а внутреннего врага. И уповать на Бога. С нами Бог. Отец Алексей, спасибо вам огромное за эфир. Друзья, я напомню, что сегодня на ваши вопросы отвечал протерей Алексей Ботоногов. Но у нас на этом все. Напомню, что программа «Ответ священника» ждет ваших вопросов. И будем их озвучивать обязательно в понедельник, уже на следующей неделе. Хорошего вечера.